Когда целуют в нос, когда лежишь на животе и тебя проводят по спине такой, вот, что еще, когда укрывают, вот, ты спишь раскрытый такой, а у тебя так приходят, как укрыли, так хорошо, тепло, не только телу, но и душе. А из таких действий, которые менее физические, так скажем, ну, когда просто спрашивают, почему ты не надела шапку? Не надела, а надела. Ну, почему не надела? Опять горло будет болеть. Ну, вот эти вот все такие вот, забота, забота-нежность. Наверное, вот так. Да, точно. Я пришла домой не вчера, позавчера. У меня не было несколько часов дома. С малышкой сидела мама. И я прихожу, беру ее на руки, и она так тепло и так мило легла мне на грудь, что, типа, выражая, что она соскучилась. И это было настолько приятно, что кто-то неосознанно и ненарочито по тебе скучает и тебя любит. Это так дорого тоже. Наверное, вот оно пока самое дорогое из ближайшего, прошлого. Мы купили два теста. Один обычный самый. Другой новомодный, который там недели показывает. И все. Я сделала первый тест. Обычный, который показал, что да. Простите, что? Правда, до дней не может быть такого вообще. Ну, не могло так быстро получиться, типа. Ну, это же говорят, что когда получается сразу же, это значит, люди прям вот, ну, биологически друг другу идеально подходят. Я такая думаю, да не может быть, ну нет. Я достаю второй тест, все такая сделала. И такая, две-три недели. Ровно столько, сколько мы, как бы. Вот тогда, да, мы это делали именно тогда. Вот, и это. И что? Я такая пошла обратно в постель. Время 6 утра. И ему звонят с работы. И что-то там плохое сказали, что, типа, кто-то там не выйдет или что. И работник ему позвонил, то ли пьяный он был, то ли он заболел, я не помню. И такой, я, типа, не выйду. И Женя такой, да, типа, зашибись, молодец, в 6 утра ты звонишь и говоришь мне об этом. Все, он, короче, весь такой злой, отвернулся такой. Я говорю, Жень, все-таки придется встать немножко пораньше. Он такой, зачем? Я говорю, ну, оба теста положительно показали. Молчание. Поворачиваясь, я такой, серьезно. Я говорю, да. Все, такой, весь заобнимал, зацеловал. И, короче, она делает мне УЗИ и такая, ой, девочка, да ты беременная. Я как зарыдала. Прямо вот там вот на этой кушетке. Она такая, ты чего плачешь? Я говорю, да, блин, просто камень с души. Что это там не внутриматочное, ничего, что все в порядке. Она еще такая, говорит, овальчик, типа, ровненький, 5 миллиметриков. Боже, моему ребенку 5 миллиметров. Это ж чудо. Да, у меня даже фотка есть. Вообще, это круто. Я очень боялась, что я не буду ее любить. Потому что я хотела сына. Я единственная в семье четко понимала, что я хочу сына. Вот. Женина мама прямо внучку загадала на Новый год. Прямо вот. Женя тоже как бы изначально вроде бы больше о дочке слышала, чем о сыне. А у меня вот сын. И когда пришло первое УЗИ, где сказали... Первое УЗИ вообще обычно не говорят пол. Ну, то есть, еще не так понятно. Там определяют по сердцебиению. То есть, в принципе, это можно ошибиться. Вот. То есть, ничего торчащего или нет торчащего там еще не видят. Вот. И когда мне сказали, что, скорее всего, девочка, у меня прямо вот чуть не до слез было. Вот. Потом я уже как-то начала себя убеждать прямо. Ну, девочка, значит, девочка. Значит, так должно быть. Ну, когда она появилась, это как бы все. Вот. Сразу все. Все страхи эти прошли. Какие-то предрассудки вообще абсолютные. То есть, там появилась необъятная такая какая-то любовь. Не знаю. Это не объяснить словами. Я бы, наверное, сказала слушать свое сердце. Не маму с папой, не бабушку с дедушкой, там, не подруг, не родителей, друзей. А себя слушать. Потому что все советуют высоты своего личного опыта. А надо жить своей жизнью и принимать то, чего ты хочешь. Нет, конечно, нужно слушаться маму и папу, когда они тебе говорят, что пора очистить зубки и ложиться спать. А такие глобальные вопросы о том, куда идти учиться, куда идти работать, с каким мужиком жить, не знаю. Все нужно делать самой, слушать себя и набивать свои шишки самим. Вот, наверное, вот это бы единственное наставление, которое я бы сказала своей дочери. Запрыгни на плечи мне, дочь моя, я тебе покажу город с высоты. И пройдемся с тобой мы по улицам завораживающей красоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин